Ивановские позиционеры снова вышли с пикетом. Поводом стали события в Ижевске, где медицинские работники, не согласные с новыми требованиями к ним, объявили о начале итальянской забастовки. Ивановцы решили поддержать людей в белых халатах. Цель этой акции показать непосредственно Министерство здравоохранения Удмуртской Республики и Российской Федерации, что те нормативы, которые они установили, являются несоразмерными с возможностями работников. Например, такой норматив, как 800 человек в месяц на участок. Таким образом, получается, что медицинский работник должен тратить на каждого пациента около пяти минут. Тем не менее, существует стандарт оказания помощи, где прописано, что прием каждого пациента длится около 20 минут. В последний момент возник еще один немаловажный повод собраться. Новость о том, что один из ивановских оппозиционеров, активист движения «Левый фронт», задержан московскими следователями. Дмитрия Рукавишникова подозревают в участии в беспорядках на Болотной площади в мае прошлого года. Привезли человека, который якобы опознал на видео Дмитрия Рукавишникова, якобы он двигал биотуалеты. И привезли сегодня этого человека, и якобы он опознал Дмитрия Рукавишникова. И Дмитрия Рукавишникова сегодня везут в Москву, насколько мне известно. И мне кажется, что будет заводиться уголовное дело по участию в беспорядках. Товарищи оппозиционеры признаются, Дмитрий действительно был на марше миллионов. Но по характеру он больше философ, чем хулиган. К силовым методам воздействия не склонен. Все дело в государственном прессинге на движении «Левый фронт», уверены пикетирующие. В последнее время активисты этой организации все чаще пополняют ряды политических заключенных.